Утро Лайф А мы продолжаем наш эфир с нашим гостем Николаем Шульгиным, который вот сегодня как раз... Книжка, да, да, если можно, вот, друзья, кстати, книжка, которую подписали лично, подписался лично автор, и вот сейчас покажут ее вам крупным планом, наконец-таки, у нашего сегодняшнего гостя был интересный момент, ему хотелось начать писать для НТС, и вот, наконец-таки, сегодня свершился этот первый шаг, начали писать для НТС. Как вы уже говорили здесь, вы уже пятый раз пишете книгу, автор же пятой книги, так? Да, да, это моя пятая книжка. О чем были первые четыре? Ну, прежде чем я расскажу, о чем были первые четыре, вы знаете, я просто хочу еще раз показать на камеру, или вы это сделаете, Андрей, да? Да. Вот, когда такой почерк видят, то говорят обычно, вам бы, голубчик, врачом работать, а ничего не поймешь, что бы там написали. Я их как бы не писал, я их печатал, все пять. А первая книжка, там есть предисловие, она, собственно говоря, состояла, ну, и там были одни только стихотворения, но это, нет, это тогда шесть, получается, книг, ну, не знаю. И, в общем, там был такой вопрос, как бы он задавался, это был сборник разных авторов, задавался, почему вы пишете? Многие писали о разном, кто-то самовыражение, кто-то еще что-то, а я написал по-честному. Я написал, что если я перестану писать, тогда мне нужно будет всем друзьям на день рождения дарить настоящие подарки, потому что я писал о них стихи, и от них сохранились. Я не знаю, что с теми подарками, если бы я дарил, стало, но стихи по сей день живут в этой книжке. И несут в себе память, держат эти теплые воспоминания. Да, спасибо, книга «Лучший подарок» на стихи тоже, видишь, как интересно. «Лучший подарок» — это подарок, сделанный своими руками, друзья. Стихи в книге, я бы даже сказал. Стихи в книге, это прям двойной. Скажите, пожалуйста, что бы вы могли сейчас посоветовать всем студентам, и не только студентам, а людям, которые хотят себя как-то проявить в творчестве, но, возможно, боятся или не знают, с чего начать. Может быть, такое вот пожелание как раз вот в конце выхода? Ну, я думаю, Нураим, не бояться. Вот вы сказали, боятся, но не могут, не боятся. Есть такой дурацкий, знаменитый анекдот, когда человек руку сломал, и ему ее сделали, и он выписывается из больницы, снимает гипс, и он спрашивает у врача, а я что, все уже могу делать этой рукой? Он говорит, да, конечно. И молоток, да, фу, без проблем, говорит. И вещи таскать, тот говорит, да, конечно. И на скрипке, говорит, играть, тот говорит, да, конечно, может. Ой, раньше-то не умел. Раньше-то не умел, теперь могу. Мы иногда не знаем, что мы умеем. Надо просто попробовать. Попробовать смело, иногда даже нагло. Я не знаю. Но, в общем-то, если сидеть и ждать, что на тебя кто-то свалится и придет, и тебя силком заставит что-то делать, и ты увидишь, что ты это делать умеешь, то, возможно, так и не получится. Возможно, такой человек и не придет. То есть надо самому что-то пытаться делать. Шевелитесь, друзья, с утра. Спасибо большое. Друзья, да, как сказал Альберт Эйнштейн, если делать каждый день одно и то же и надеяться на другой результат, это не более того, чем просто глупо, друзья. Поэтому делайте за дня в день, пробуйте, не будьте ничего, и тогда обязательно все мечты и цели сбудутся. Главное, дерзайте, дерзайте, ведь удача любит смелых. Ну и продолжит наш эфир рубрика «Астропрогноз», которая подскажет вам, стоит ли дерзнуть именно сегодня или, может быть, отложить на завтра, но непременно сделать. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня на эфир. Была очень интересная и занимательная беседа. Я надеюсь, что все наши телезрители вдохновились этим разговором. Ну а продолжим мы вместе с «Астропрогнозом». Смотрим.